раз-раз на матрас короче всем привет это в общем не будем как говорится долго рассказывать дело все в том что я написал рассказ нереально бывают такие херни пробивают видите да короче написал я его только выложил в общем да как вы видите дело все в том что спонтанно я не знаю откуда ко мне это приходит ну вот такая херня пришла я подумал что читать это одно но прочитать наверное лучше короче я я громадея стихотворец ко мне не зарастет народная тропа миста плюшкин пробивает на ха-ха реально я держусь я увидел глаза но не понял куда они смотрят так как они не косые раскосы потому и смотрят каждый туда куда им захочется это как у хамелеона такие были глазки моего врача он меня не видит хотя и смотрит да а иногда видит нас обоих и тогда с ним уже бесполезно говорить возьмите говорит невидимую бумагу в невидимом шкафу зина принеси чернила кричал врач а я ему говорю улёт петрович зина уже давно умерла он на секунду расстраивается топит физиономию а потом хихик и кричит следующий короче я поликлинику пришел хотел купить билет на поезд до сочи море там пальмы все такое ракушек половить на побережье мне сказали не скажу кто но мне сказали что там открылись кассы ржд и прямо оттуда можно уехать но типа там потайной ход есть берешь у врача билет спускаешься по лесенке и все и ты уже на платформе туда но увы когда я зашел в кабинет я понял что меня обманули я словно оказался в автомагазине и говорю продавцу здравствуйте мне нужны колеса чтобы уехать и врач молча выдает мне два колеса выдал и смотрит на реакцию своими раскосыми глазами ну так смотрят обычно психиатры которые понят пытаются понять что у тебя в голове и вот он смотрит на меня своими раскосыми глазами которые бегают туда сюда и мне такое ощущение что даже даже сзади меня что-то щекотит я а я говорю ему да нет же улет петрович вы меня не поняли я хочу далеко уехать отсюда и желательно навсегда врач подумал молча и дал мне еще два колеса невинно улыбаясь как пучеглазый спиногрыз я подумал ну ладно колеса у меня есть теперь осталось выйти на улицу найти автомобиль что и везет меня к морю подумал я и мы вместе скромно похихикали с врачом но первое почему-то как всегда на ха ха пробило меня глядя в его смешные глаза я ориентировался к двери срочно помню ручка не открывалась я ее чуть не сломал как в том фильме про шурика ну а говоришь здоровый но оказалось что дверь была открыта я посмотрел на врача перед выходом он все время падал со стула почему-то хотя стул был целый нравится ему падать что ли подумал я про себя странный вот какой-то он не только падает кстати но иногда и трясется неспроста когда я вышел на улицу оказалось что мои колеса не подошли ни к одной машине они были маленькие а все машины большие бля подумал я все-таки размер имеет значение что не так все-таки размер имеет значение так ли что так что ли подумал я и посмотрел в штаны сморщенный удав как ни в чем не бывало спал он был очень грустным потому что уже давно не заползал в теплую щель ну да что же еще делать да ну нафиг подумал я посмеялся и пошел пешком куда зенки лупят то есть глаза глядят идти не сдаваться найти втащить и с ней остаться шел я по улице хихикал и разговаривал сам собой более глазищи короче вот реально я устал от такой жизни бля я устал от такой жизнь бля еще раз глядя и 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 Продолжение следует...